Отличненько. Так, ну что же, сегодня у нас четверговые разборы. Напомню, что по четвергам у нас разборы за донейшн, разборы или практики, что-то такое более практическое. По понедельникам у нас утром 8.30 по Москве. Это настройки уже открытые, абсолютно безоплатные. Вот, соответственно, для тех, кто будет слушать записи, тоже, если вы не готовы, то не слушайте. Если вы не готовы, потом любую сумму перевести, вот, как энергообмен. И такой план на сегодня. Сейчас мы посмотрим, кто у нас присоединится. Я начну, пока народ еще присоединяется, с каких-то, наверное, рассказов. И немножко расскажу о своем опыте, что мне помогало и помогает, скажем так, иметь стабильный поток дохода, стабильный поток клиентов. Вот, собственно говоря, ну вы знаете, что я занимаюсь любимым делом, которое кормит меня, кормит мою семью. Ну, сейчас-то в основном дочка. Вот, позволяет мне, в общем-то, жить и радоваться. И жить в таком свободном режиме, не работая на дядю, не работая по какому-то жесткому графику. То, чего мне, например, ну, некомфортно. Опять же, это не значит, что плохо работать на кого-то по четкому режиму. Но для меня я поняла давно уже, что это не подходит. Вот, так, значит, смотрите. Давайте начнем с болталки. Можете, кстати, написать. Чат у нас, как обычно, под последним постом в Телеграме. Так, сейчас, секунду. Кошка у меня хочет играть. И бросает колпачок свой. Муси, не буду сейчас играть с тобой. Вот, напишите, как слышно. И если кто-то готов к разбору, тоже напишите, что у вас есть возможность. Вы сможете включить микрофон. Видео не обязательно, по желанию. Вот, хочу понять, муси у нас сегодня разборчики. Ну, в любом случае, я для вас приготовила практику. И в записи также ее можно будет сделать. Так, жду. Давайте обратная связь. Как вам слышно? Так, как вам меня слышно? У меня сегодня насыщенный день. Много событий. Провели мы нейрографику в классном ресторане. 41 этаж. Кстати, про деньги, про расширение. Вот такие места, они очень для меня. Ну, и я думаю, для тех, кто там бывает тоже. Про расширение, про наполнение энергиями как раз-таки изобилие. Ну, вот, кстати, многим знакомое, напомню, просто может быть практика. Если вы хотите увеличивать денежные потоки, потоки изобилия, просто ходите в изобильные дорогие места. Вот. Это очень, знаете, и самооценку прокачивает, и состояние достоинства прокачивает, и уверенность в себе прокачивает. Я приглашаю все, кто в Питере, кто захочет приехать. Мы будем, я думаю, продолжать в 41 этаже нейрографику. Может быть, еще другие практики, которые можно делать со столом. Потому что даже сегодня мы пришли, вы понимаете, там просто тебя, ну, можно сказать, облизывают. Ну, именно в хорошем смысле, когда ты приходишь, и уже, кстати, не первый раз, вот я замечаю, в дорогих, хороших местах, там подходит официант, и он приносит специальные табуреточки для сумочек для наших, для пакетиков. Ставит сумочки все на специальные табуреточки. Мы, правда, потом их переставили обратно на диваны, потому что удобнее было доставать, когда сумки рядом. Ну, они были рядом со столиком, но вот специально развесил там плащики наши, подложил подушечки под попочки, потому что нам было низковато. Устроил шоу, я выложила, да, в канале с огнем, там рыбку специально готовил. Ну, если вы понимаете, это, конечно, классное очень состояние. Плюс в таких местах, мы сегодня ехали туда, это лифт, да, там просто так не пройти, тебя проводят, потом лифт на 41 этаж, и там очень качественные мужчины встречались, вот просто, которые подсказывали и шутили. И, ну, это такой определенный уровень. Будем продолжать повышать уровень разными способами. Вот, так, ну что, вы мне пока ничего не написали? А, хорошо слышно, Настя, спасибо, Анечка. Итак, на разборы пока никого нету. Ну, ладно, у меня есть для вас и другие развлечения. Вот, можно развлекаться по-всякому. Дальше, смотрите. Давайте расскажу немножко про свои недавние распаковки, потому что я постоянно, знаете, работаю с собой с помощью, в том числе, других хороших специалистов. И я отследила, что у меня есть хороший стабильный доход, у меня есть хорошая база клиентов, у меня, в принципе, мне на все хватает, ну, вроде когда, но есть какой-то, как будто бы некоторые стопы выйти на расширение, да, выйти на новые уровни, да, на уровни, там, увеличения дохода. Просто, там, жить на юге я хочу, в том числе, да, хотя бы какое-то время. И я работала, опять же, да, в сессиях, на группах, где я участница и отлавливала очередные слои каких-то блокировок своих страхов и ограничений, да, то, что лично мне мешает. И что я выкопала из последнего, да, один из моментов, зачем я это сейчас рассказываю, да, пока нет на разбор у нас никого, я делюсь просто своими проработками, и вполне возможно, что кому-то из вас отрезонирует, и у вас просто в процессе слушания уже произойдет трансформация сознания, и что-то начнет меняться. Ну, поле работает в любом случае. Так вот, первый момент, что я раскопала, это остатки какого-то хвосты, скажем так, спасательства. Когда я пошла на личную сессию к своему мастеру от Наташи, и один из запросов был, я говорю, слушай, вот у меня что-то в поле попадаются то партнеры, ну, вот по моему бизнесу, как будто бы не очень ресурсные, да, которые то в ресурсе, то проваливаются, то клиенты иногда тоже, как будто бы, ну, как будто бы мне кажется, что у них денег нет, ну, не то, что кажется, мне иногда некоторые так и пишут, что что-то там дорого, вот, сложности с деньгами. И мы стали, ну, если эти люди в моем поле, значит, это что-то про меня, потому что вы помните, что все мы одно, да, и все наше отражение. И, соответственно, мы когда стали копать, обнаружилось, что это хвосты программы спасательства, и мы вышли на маму, что мне как будто бы надо еще спасать маму, которая у меня там живет в изоляции, в своих травмах, и я не могу просто так сиять, цвести и зарабатывать деньги, а мне все равно надо кого-то, какие-то фигуры в поле появляются, кого мне надо быть для кого донором, кому делать какие-то скидки, кому делать какие-то баблажки. И вот эта вот тема, она может сильно мешать зарабатывать хорошие деньги. Поэтому, если у вас есть хвосты, что вы кого-то спасаете, с кем-то работаете бесплатно, кому-то сопли постоянно утираете, это могут быть друзья, это могут быть близкие, это то, что сильно втопорит денежные потоки. Вот, я это отследила, и плюс мы еще откопали скрытую выгоду, что на фоне таких людей я типа звезда. Ну, они же вот слабее, они же менее ресурсные, значит, я тут просто свечусь и вообще на пьедестале. Но это опять-таки хвосты какой-то неуверенности в себе, в детской части, которая не ощущает себя достойной просто так, без того, чтобы сравнивать себя с кем-то. Тоже отслеживайте, можете писать, кстати, кому что отзывается, да, если у вас какие-то такие штуки, потому что наше окружение, вы знаете, очень сильно влияет на нас и на наши доходы. И очень классно окружать себя успешными, ресурсными, денежными людьми, вот. И сегодня, например, у меня на нейрографике были прекрасные участницы, в частности Юля, которая вполне, ну, очень, да, вот в энергиях изобилия. Мы с ней думаем, возможно, сделаем такую программку именно на расширение в плане изобилия. Она очень хорошо прокачана в плане изобильных мест в Питере, роскошных именно, дорогих. Вот, и это мне тоже очень откликается. Дальше. Что еще я откопала? Стала отслеживать, где в роли спасателя. Да, Наташа, классно. Да, первый шаг – это просто отслеживать всегда, где вас еще заносит. И сейчас я, вы знаете, да, уже, что я перестала практически бороться. Мне очень нравится, у меня каждый день происходит практически распаковка каких-то внутренних частей, которые я отслеживаю, я просто, я признаю, принимаю тебя, дорогая спасательница моя, и даю тебе место. Да, признаю, принимаю и даю место. Все-все части, которые всплывают, просто с любовью принимаю, максимально расширяюсь, и всему дается место. И еще классно очень, может быть, чуть позже дам даже какие-то фразочки на убирание внутренних конфликтов между частями, потому что я стала отслеживать еще какие-то слои. Да, вот знаете, когда у нас внутри какое-то напряжение, раздрай, как правило, там часто внутренний конфликт между разными частями. Что я еще отследила по деньгам? Вчера, кстати, да, вчера буквально у меня была личная сессия, где я как клиент тоже вот с мастером моим Наташей, и опять же там мы взяли тему денег, расширения, масштабирования доходов, стали смотреть и вышли на конфликт внутренний, опять же, мастерской части и женской части. Когда мы смотрим, вы знаете, мы с Олей Мальшуковой проводим путешествия по местам силы. Я люблю путешествовать, мне нравится организовывать движухи, классные компании. Но при этом выяснилось, что моя женская часть, я когда много в роли мастера, ведущей, я готовлю, я веду эфиры, я веду ретриты, которые суперски, но если я много этим занимаюсь и мало уделяю внимания своей внутренней женщине, чисто вот женской части, которая любит общаться с мужчинами, флиртовать, получать мужскую заботу, то женская часть начинает грустить и саботировать мои мастерские идеи. Вы понимаете, насколько важно вообще чувствовать себя, осознавать свои внутренние вот эти разные части и потребности, их удовлетворять, примерять. Соответственно, мы с этим поработали, мы вышли на скрытую выгоду, зачем мне в частности было создавать какие-то трудности в личных отношениях, в частности с мужчинами, в частности с моим любимым. Потому что ради духовного развития, прикиньте, вот эта штука, которую я еще прям так явно не выкапывала с разных сторон, я это все исследовала. И тут мы вышли на то, что вот это вот трудности в личных отношениях, особенно вот в создании тех отношений, которые хочет уже душа, они меня постоянно толкали на вот эти раскопки, на рост, на освоение каких-то новых практик. Ну, блин, можно же и без этого. Можно же просто быть в счастливых отношениях и развиваться. И вот это вот все. И это тоже меня все повеселило. Все это мы пересоздавали. И я ощутила еще вчера на сессии, что моя женщина так воспряла. Сегодня очень много мужского внимания. Вот мы получили, в частности, в этом ресторане. Вообще как-то состояние внутреннее изменилось. Вот эта вот сексуальность проснулась. Мужчины стали активно писать какие-то переписки. И все. Моя женщина вдохнула, все, ее видят, замечают. Она красотка, комплименты получает. И, соответственно, мастер может дальше. Вот сегодня, например, выйти в эфир. Я снова как мастер. Я могу с энергией уже, с нормальной, адекватной энергией двигать свою деятельность. Это вот очень все важно, потому что, если идут какие-то перекосы, мы в карьере, мы в заработках, в работе. Если женщина неудовлетворенная, там это и секса касается, и просто телески каких-то обнимашек, каких-то комплиментов, даже самой себе признание, принятие, то может пойти саботаж. Откуда берется часто саботаж? От того, что какие-то наши части не получают нашего же внимания, места мы им не даем. И начинается вот эта самая прокрастинация. По себе замечаю. Как только я их опознаю, расширяюсь, даю всему место, энергия идет. Вот у меня сегодня прям много энергии, такой драйв. Я, кстати, сегодня еще загранпаспорт новый получила. У меня прошлый кончился. Я не смогла в Грузию полететь там со знакомой девочкой в сентябре, потому что профукала. За гранпаспорт уже все просроченный. И сегодня его получила она 10 лет. Всем желаю путешествий классных. Так, и что с этим делать? Спрашивает Наташа. Со спасателем? Ну вот я уже, мне кажется, ответила, да, как минимум частично этот вопрос. Я признаю, принимаю, даю ему место. И можно найти и принять противоположную часть. Что, как вы думаете, противоположная часть спасателю? Это какая часть? Тут у меня, наверное, нет однозначного ответа. Ну, я бы нашла тут что-то, да, если бы работала сейчас сама с собой, со своим спасателем. Какая часть может быть? Например, мастер. Ну, для меня это мастерская часть. Мастер, он не спасает. Это разные роли, это разные фигуры. Мастер, он, ну, он может поддерживать, но он точно, совершенно не разбрасывается в спасательство, а он работает за адекватную оплату, за адекватный энергообмен. И он видит, смотрите, мастер, он видит силу, ресурсы, изобилие других людей, клиентов своих, близких. А спасатель, он себя считает крутым, а окружение слабым, да, или кого-то из окружения слабым, нересурсным, и начинает вливать туда энергию, затыкать чьи-то дыры. Вот, соответственно, я бы в себе, ну, или творец, да, может быть, внутренняя часть. Соответственно, да, чтобы как-то нейтрализовать спасателя, можно также активировать другую часть, противоположную, альтернативную. Ой, давайте проговорим, кстати. Спасательство – это наше женское, частое, постсоветское. Я признаю и принимаю своего внутреннего спасателя, и спасательницу, и даю ей место. Я признаю и принимаю своего внутреннего мастера. Мастер – это не обязательно, что вы работаете там с людьми, как-то, это значит мастер своей жизни, мастер, который управляет своими энергиями, видит силу, ресурс у других людей. Вот предлагаю заложить такую идею в мастера сегодня. Ну, или же творца. И даю ему место. Вдох-выдох. И дальше из последнего, что мне очень нравится использовать, две фишки, которые ко мне пришли. Я признаю и принимаю конфликт между этими двумя частями. И даю ему место. И расширяемся, принимаем эти две части. Спасательница и мастер, или творец. И я признаю и принимаю любовь и дружбу между этими двумя частями. И даю этому место. И вот эта фраза мне пришла, хотя Юля мне рассказала, что Тальпис, по-моему, тоже использует что-то похожее, но я не слышала. Мне она очень понравилась, когда мы признаем и принимаем любовь, дружбу, сотрудничество между частями. И, как я чувствую, начинается интеграция как раз и соединение этих частей. И, соответственно, это все путь к целостности нашей. Откуда наши сложности всякие и напряги? От внутреннего раздрая, не целостности. И вот моя задача сейчас – себя все в большую целостность приводить. И это дает сразу много сил, спокойствия, гармонию внутреннюю. И, соответственно, помогать моим клиентам и слушателям. Мне это очень нравится. Я прямо ощущаю, что сейчас появились такие простые, очень инструменты быстрые. И это такой кайф, когда ты быстро можешь себя в ресурс вернуть и в баланс, и в спокойствие. Еще, наверное, расскажу сегодняшнюю буквально. Та тема, как я гармонизировала себя в момент. Дальше. Давайте сразу, может быть, расскажу, пока не забыла. Там это наше, так сказать, женское. А что я отследила? Отследила еще такой внутренний конфликт, что одна моя часть – это больше личных отношений касается. Но оно просто я вам показываю, как я работаю с собой буквально на ходу. Не сажусь ни в какие медитации, ничего даже не прописываю. Просто это все во внутреннем пространстве происходит. Пока я там в дороге ехала из Питера. Чувствую какое-то напряжение. Оно у меня было уже давно. Но вот в личном, касающихся личных отношений, есть любимый мужчина, с которым пока непонятные отношения, ни туда, ни сюда. То есть вроде есть он в поле, но не продвигается. Отношения как будто бы не развиваются. И я увидела это как, что у меня есть внутренняя часть, которая хочет быть ему верна, которая любит, которая чувствует, что вот это мой мужчина, мой любимый, мой любименький, прям мой, вообще моя родная душа, моя энергия, вот все. Хочет быть ему верной. И вот. Но при этом есть другая часть во мне, которая просто хочет, блин, общаться с мужчинами, получать комплименты, взаимодействовать как-то, может быть, заниматься сексом. И в принципе просто хочет ощущать мужское внимание в достаточном количестве, что у нее есть тоже свои потребности. И вот сегодня только я увидела это ясно тоже, как две части. И я просто проговорила, я признаю, принимаю эту часть. Я признаю, принимаю. Кому актуально, кстати, вдруг можете тоже проговорить, да, я признаю, принимаю, да, вот эту свою верную часть, которая верна одному, единственному, соколу ясному, свет своих очей. Признаю, принимаю, даю ей место. И также я признаю и принимаю. О, это, кстати, вот из темы, там, как жена и любовница, похоже, вот эти вот архетипы. Луна и Венера. Луна, да, Луна, это вот верная женщина, такая правильная. Только один есть вторая часть, да, вот эта вот Венера, которая любит пофлиртовать. Я признаю и принимаю свою Венеру, свою любовницу, свою часть, которая любит флиртовать, свою сексуальную часть, свою вот такую вот, ну, да, может быть, где-то даже разгульную часть. И я тоже ее признаю, принимаю, даю ей место. О, и я принимаю конфликт между этими двумя частями. И я также принимаю любовь и дружбу, и сотрудничество между этими двумя частями. И я даю этому всему место. Я вот так вот, когда их опознала, проговорила, мне стало очень хорошо и легко. Но там еще у меня были процессы, но это уже, может быть, на каком-то эфире про личное отношение расскажу. То есть еще я там нашла две части, которые мне вот вызывали напряг. И там совсем отпустила. У меня такой баланс пришел. Вот знаете, вот это состояние, когда всего достаточно, что бы ни происходило на внешнем плане, там, в личных отношениях, еще в чем-то. Вот это самая соль, когда просто тебе кайфово, потому что ты в целостности своей, и в достаточности, и все есть. И вообще пофигу, что там вовне, потому что все главное внутри происходит. Вот. Дальше. Да, еще, что я отследила в себе, опять же, это на личной сессии вчера. Это внутренний конфликт, который вот как раз-таки напрямую уже связан с деньгами. Внутренние части, это внутренняя аскетка. Аскетка? Не знаю, не уверена, что есть такое слово. Но пусть будет. И роскошная женщина. Давайте прямо сейчас предлагаю проговорить, потому что у многих есть уже такой конфликт, как я вижу. Я признаю и принимаю своего внутреннего аскета, или аскетку, аскетичную женщину, аскетичную часть. Кто мужчины, понятно, будут слушать просто аскета. И даю этой части место. И эта часть, которая говорит, мне много не надо. Да сначала другим, потом мне. Страшно как-то желать. Да вообще вот это все материальное, оно ниже моего достоинства. Я духовное существо. И ой, слишком вычурно, роскошно. Нет, вот это все. Наверняка знакомо. И вторая часть, которую опять же мне мой мастер вчера очень подсветила. Я ее знаю, ну как будто бы я ее не до конца принимала. Она говорит, Настя, у тебя просто эти энергии, роскоши, вот фонят. Они есть, ну не надо их уже прятать. Потому что она общается много с разными людьми. Она говорит, не у всех это вот проявляется, это все просто. Уже давай, принимай. И я признаю и принимаю свою изобильную, богатую, роскошную часть. Желающую часть, часть, которая желает и выбирает самое лучшее. И я даю ей место. И расширяемся и принимаем обе эти части. Аскетично это такая скромница еще. Можете даже почувствовать, примерно ощутить, как она выглядит у вас. У меня это такая часть, которая в таком спортивном таком стиле. Я бываю в Петергофе, там на велике все, ну так вот по-простому. Аскетично. И есть другая роскошная часть, которая хочет хорошо одеться, которая хочет прям покорять, которая может быть такая где-то даже бальяжная, вкусная, выбирает лучшее. Которая может где-то покапризничать и сказать, что мне недостаточно вот такой вот уровень ресторана, хочу лучше. Или как мы сегодня покапризничали, пришли в этот 41 этаж. Низковатые диванчики, придумайте что-то нам, пожалуйста, чтобы нам было удобно сидеть. И мне очень нравится, хороший уровень сервиса, когда тут же говорят, конечно, конечно, сейчас мы вам придумаем кучу подушек, нам официант принес, все подложил сам. Понимаете, вот это вот, ну это вот, уровень такой же, достоинства и королевская энергия, когда ты ощущаешь себя королевой. И это нормально, это можно, и это хорошо. И я признаю, принимаю конфликт между этими двумя частями, аскетичная часть и роскошная часть, и даю ему место, и просто признаю, по сути, это конфликт программ, бедности, да, вот такой, скромности и программ изобилия. и я признаю и принимаю любовь, дружбу, сотрудничество между этими частями, и даю этому место. И расширяемся, и даем место, вот соединению, сотрудничеству, взаимодействию, этих двух частей, этих двух энергий. путь к целостности, это когда мы ничего не вырезаем, ни с чем не боремся, мы все принимаем и интегрируем. Мне вот такой путь очень нравится, просто очень. И дышим. Да. Так, ну что прекрасные, и это вот мои последние, такие квантовые сдвиги, квантовые скачки. И я продолжаю работать, продолжаю работать с темой изобилия. И также часто у женщин, по моему опыту, и по опыту, кстати, Ксюша заглядывала, крестьянина, тоже моя подруга и коллега, мы с ней часто это обсуждали, на эфир сейчас заходила, что у женщин, по крайней мере, часто завязаны темы личных отношений и финансов. Если у мужчин это более, знаете, так раздельно, как-то по секторам, и они могут вот впилились и в заработки, и в карьере, и забить там где-то на личную жизнь, или что-то там не очень складывается, они как бы это отрезать, им легче. У женщин это более такая единая каша, поэтому это сильно взаимосвязано. Взаимосвязано. Дальше. Дальше, да, по поводу личных, вот мужских, женских, тем приходите на диагностики. Я только сказала в понедельник, да, вообще никакого анонса даже не сделала, на эфире сказал, мне уже вчера прошло 4 аж диагностики мужского, женского, сейчас я их провожу, наверное, ближайшие две недели за донейшн, да, без фиксированной оплаты, в принципе, выгодно очень и очень мощно тоже, да, и опять же, давайте вкратце расскажу, напишите, если нет кого на разборы, я тогда чуть подробнее остановлюсь на это, потому что в основном у меня женская аудитория, и это тоже показатель, потому что часто говорю, когда внутри напитанные, здоровые энергии, мужские, женские, и у них союз, и у них взаимодействие, это как вечный двигатель, это как ракета, которая может взлетать, взлетать и покорять просторы космоса, и можно и бизнесы развивать, и дома, и путешествия, именно на союзе мужско-женском, и наоборот, вот что у меня вчера на сессиях вылезло, да, 4 девушки у меня были на созвонах, сессии онлайн проходят, мы созваниваемся, там в телеграме обычно, можем там в любом, в принципе, мессенджеры, и это 20-25, иногда 30 минут, или расстановка, у меня вчера было 2 расстановки, а 2 просто беседы, потому что там даже расстановки не понадобились, через разговоры много всего вышло, и сами девчонки уже говорили, Настя, мне, наверное, надо вот про это поговорить, и вот это прояснить, и, например, у одной девушки, причем прекрасная, красотка вообще, у меня все девчонки красотки, неважно какой возраст, замужем, да, вроде бы внешне все хорошо, но есть вопросики, там и по отношениям, и по самоощущению, и мы стали делать расстановку, внутренняя женщина выходит старушечка, понимаете, старушечка, платочечки какая-то, при том, что мужчина, там был мужчина, нормальный, лет 40, такой более-менее ресурсный, адекватный, с мужчиной все в порядке, а женская прячется, маскируется, да, страх проявить себя, как женщина, а сейчас время, вы знаете, активации вот этих божественных кодов, мужских и женских, ну, мы прежде всего, конечно, женские божественные коды, когда начинают проявлять энергии богинь, высокие вот эти женские состояния, на них приходит как раз-таки и изобилие, и клиенты, и возможности, и мужская забота, и плюс мы своим состоянием высоким и инициируем окружение окружающих мужчин, выходить тоже в высокие состояния, и раскрываться как короли, как боги, и это очень, ну, прямо это такая, я сейчас ощущаю, как одна из моих миссий, себя держать, да, вот в этом состоянии, достоинства силы женской именно, вот, и тем самым мужчины окружающие тоже подтягиваются, вот, и эти энергии помогают реально классно зарабатывать и создавать классные обстоятельства, путешествия, дорогие места, красивые одежды, сервис, опять же, да, ты уже не пойдешь куда-то в затрипанную какую-нибудь там прихмахерскую или куда-то еще, просто тебе не позволят эти энергии, или с мужчиной на свидание в какую-нибудь забегаловку, или ты, ну, не пойдешь к нему домой, и там, ну, 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 не то, что плохо идти к нему домой, просто, ты, если ощущаешь вот эти высокие энергии, королевские, сильные такие, да, или же энергии жрица еще их называют, ты просто выстраиваешь обстоятельства и ситуации, которые в соответствии, и мужчина, он тоже, ну, не то, что должен, а ты просто, ну, не будешь упускаться, да, непонятно, какого отношения, или непонятно, какого сервиса, или прочее, вот, это прям классно, дальше, к чему это стало говорить, а, к тому, что вот, например, одна диагностика, ну, там тоже глубинные причины, мы сильно не копали, но там явно был страх проявить себя, как женщина, потому что тогда я, ух, могу тут загулять и разгуляться, и вообще неизвестно, что будет с моим долгим 30-летним браком, который вроде устоявшийся, но вроде уже огонька-то там нету, и как-то скучновато, и вот я такой вот, типа старушка, да, вот, выходит на первый план, и это стопорит, ну, там уже, это прекрасная девушка в коуч-группу включилась, поэтому мы там с этим будем работать, да, то есть кто хочет реальный подвижек, реальных, включайтесь, у нас коуч-группа официально стартует с 10 октября, у нас группа набрана, там несколько мест есть, можно включиться, но костяк все есть, кворум есть, и новые девочки включаются, и сегодня одна тоже включилась, и, почему я это стала говорить, а, уже не помню, а, потому что первый созвон, даже у нас будет раньше, до 10-го, 8-го октября, во вторник, потому что я уже соскучилась, и девчонки уже соскучились, это будет бонусный созвон, да, как бы, дополнительный даже, дальше, еще проводила диагностику, тоже мужского, женского, кстати, девчонки, кто подключились, если вы хотите разборы, напишите, да, потому что у нас пока нету еще желающих на разборы, поэтому я болтаю, но я готова, готова разобрать, любую, вашу ситуацию, запросы, деньги, клиенты, реализация, не обязательно с клиентом, может быть, просто деньги, изобилие, да, работа, реализация, любой запрос, просто с микрофоном, надо будет выйти, включиться, и я разберу, и уже, ну, пойдут, квантовый скачок, со мной происходит, ну, просто напишите сначала, под последним постом в канале, что вы готовы, и так, дальше была диагностика мужского, женского, там вообще, ну, там была травматичная ситуация, тяжелый развод у девушки, и там вообще вместо женщины было какое-то существо, такое свернувшееся, в калачик, похоже на внутреннего ребенка, скорее, да, сжавшееся в уголочки, и при этом мужчина опять же был, но мужчина был напряженный, уставший, замотанный, куча и куча разных задач, да, и тоже, ну, я думаю, что мы будем работать, она сказала, что скорее всего в индивидуалку впишется, чтобы это все исцелять и наполнять, соответственно, тоже в таком состоянии, когда мужские, женские энергии, ну, трудно, даже если деньги будут приходить, это будет трудно, потому что тяжело внутренним частям, основные, да, наши взрослые части, это мужская, внутренний мужчина, и внутренний женщина, да, то есть они, мужчина больше, больше зарабатывает, да, женщина больше вдохновляет, кайфует, как-то использует вот эти вот заработанные деньги, это все внутренний процесс во внутреннем мире, если это не налажено, то что у нас получается, или вот это мужское, в частности, у этой девушки оно вроде как зарабатывалось, но оно уже истощенное, и поэтому общее состояние было такое истощенное, что вообще тяжело жить, да, еще была ситуация, там мы даже расстановку не делали, это третья диагностика, там веселое, такое у нас было начало, когда с женщинами мы созваниваемся, и тема опять же мужского и женского, есть муж уже давно-давно там в отношениях, уже дети, внуки, я хочу вроде как с ним развестись, ну не знаю, ну вообще-то хочу, а почему не разводишься, а потому что я хочу вместе с ним пойти и развестись, я так смеялась, чтобы он тоже пошел, и чтобы мы дружно с ним пришли и развелись, хотя можно одной же пойти подать заявление, а я не хочу, ну и в общем там явный внутренний конфликт, то ли хочу развестись, то ли я хочу все-таки вместе, а если вместе, зачем, ну то есть это уже опять единство какое-то, это объединение, опять какие-то отношения, ну и там мы просто разговаривали, беседовали, уже выяснилось, что вот эта вот запутка такая внутри, в психике идет, то ли хочу, то ли не хочу, и еще одна была диагностика, когда после травмы, потери мужа, близкого человека, там хоть и создались уже новые отношения, вроде как хороший, заботливый мужчина, но пошли сложности, потому что, ну, женщина закрыла сердце, да, и вот этот поток любви недостаточно шел, потому что травма, потому что это больно, не исцеленная, да, а с травмами надо работать. Вообще терапия, на мой взгляд, показана всем, и важно, так или иначе, в группе, индивидуально, но работать со своими историями, чтобы сохранять адекватность психологическое здоровье, и опять же, и ради близких, ради детей, чем более мы здоровые, исцеленные, целостные, счастливые, радостные, тем легче нашим детям, и нашему окружению в целом. Вот, так, ну что, дорогие, давайте это, давайте практику сделаем, да, давайте сделаем, поставьте плюсики, если вы готовы сделать практику на деньги, на клиентов, и на деньги. Мне хочется дать вам что-то практическое, такое, рабочее, чтобы вы получили пользу. Болтать, вы знаете, я могу много, и бесконечно, и это тоже полезно, я в этом уверена. Плюсики также под последним постом. Вижу плюсики. Так, хорошо. Ира. Итак, давайте начнем с темы денег, которая, как правило, актуальна всем, с клиентами, может быть, не все работают, деньги все используют, так или иначе. Я сейчас предлагаю, я предлагаю прикрыть глазам, тем, кто слушает записи, тоже. Сделать вдох-выдох. И сейчас пусть проявится на внутреннем экране фигура денег. Как вы ощущаете, представляете, сегодня деньги? В любом образе они могут появиться. и посмотрите, почувствуйте, как деньги относятся к вам. Как они к вам относятся? они хотят к вам приходить, взаимодействовать с вами? Или они вас, может быть, сторонятся? что происходит между вами и деньгами? Что происходит между вами и деньгами? и давайте сделаем следующий шаг. И давайте сделаем следующий шаг. Запомните, что вы ощутили со стороны денег, какое отношение, какой импульс. давайте сейчас немножко изменим, и пусть это будут большие деньги. Потому что у многих более-менее денежные вопросы решены все-таки в моем поле. А если мы хотим большие деньги? Как выглядит эта фигура? Какая у нее энергия? И как она относится к вам? Какое отношение со стороны больших денег вы чувствуете по отношению к себе? Большие деньги. Также посмотрите, как вы относитесь к большим деньгам. Что у вас внутри? Как вы себя чувствуете, когда в вашем поле, в вашем пространстве появляются большие деньги? Для каждого это цифры там свои могут быть. Просто как вы ощущаете. Большие деньги. И кто уже почувствовал, можно сделать чуть более активный вдох. Это еще не конец практики, но мне хочется от вас обратную связь. Напишите, пожалуйста, что вы ощутили, когда просто взаимодействовали с деньгами и когда с большими деньгами. Потому что это важно. Какое отношение вы ощутили со стороны денег и затем со стороны больших денег? Можно, по идее, можно делать даже как расстановку. Особенно, кто знаком, кто у меня закрытые программы проходил, мы часто делаем там расстановки с листочками, когда мы вставим, пишем на листочке деньги, кладем его на пол, встаем. Но это на закрытых программах. Сейчас мы в таком экспресс-варианте сделали. Вообще, приходите, приходите на коуч-группу. Приходите на диагностики сейчас мужского и женского. Там, в принципе, со мной можно ближе поговорить, задать свои вопросы, пообщаться. Мне очень кайфово. Я вот пообщалась. Вчера у меня было четыре созвона с девчонками. Со многими первый раз. Это классно. Посмотреть друг на друга. из разных краев, девочки. А потом собственная сессия уже с моим терапевтом. Не уверена, что я прям буду долго, часто и много это делать. Но вот так вот сейчас мне нормально. Идет на это энергия. Поэтому приходите. И приходите, конечно, на коуч-группу, потому что там самые такие классные проработки. Флотные, веселые, любящие. Вообще, вот это пространство, поле безусловной любви, оно само по себе уже исцеляет. Это вот мега важно попадать, создавать себе, включаться в такие поля безусловной любви, поддержки и принятия. Когда ты можешь быть любой, любым, когда ты можешь рассказать о своих каких-то страхах, сложностях, болях, травмах или успехах, наоборот, и радостях, и ты знаешь, что тебя не осудят, что тебя примут, что тебя поддержат, что тебе помогут, если надо совершить изменения. Так, представила дерево денежное, которое я сама выращиваю, а когда большое дерево, я напряглась, я такое не выращу. Ага, вот, Наташ, получилось, вот здесь хорошо бы со стороны дерева какое-то отношение к себе получилось ощутить. в принципе, здесь по-разному можно работать дальше. Я бы хотела сегодня здесь применить зеркало, но для этого нужно еще словить, а что ты чувствовал со стороны, вот если бы ты представила это большое денежное дерево с его стороны, что, как оно к тебе относится. Вот, если бы по-другому работать, конечно, я бы здесь поразделяла, я признаю разницу, вот прямо сейчас, пожалуйста, вам проработка между большими деньгами и напряжением. Я признаю разницу между большими деньгами и напряжением и даю этому место. И что еще тут видно из твоего небольшого сообщения, что как будто бы ты маленькая, опять же, а фигура больших денег большая, большое дерево, как будто у меня не хватает ресурсов. Если бы мы рисовали нейрографику, я бы предложила нарисовать круг больших денег, круг себя, круг себя увеличить. Если экспрессовый вариант, то это расширение. Я есть все деньги этого мира. Давайте попроговариваем. Я есть все деньги мира, все валютные запасы, все банки, все счета, все миллионы, миллиарды, рублевые, долларовые, евро, юани. И расширяемся бесконечности, бесконечное пространство, энергия, энергетическое поле. И мы есть это пространство бесконечности, бесконечного потенциала, квантовое поле, в котором есть все деньги, все возможности, и все это происходит в нас. И я есть все деньги мира. И тогда уже смотрите, вот это прям привычка расширения постоянно, вы знаете, я про это напоминаю, это как новые нейронные связи мы проращиваем на расширение. и тогда если я есть эта бесконечность, то мои большие деньги воспринимаются уже легче. Вот из этого состояния, Наташа, попробуй, когда я все деньги мира, я все банки, все счета, все возможности, все дорогущие предприятия, фирмы, корпорации, расширяемся во все стороны, эти денежные потоки, потоки финансов, изобилия, это все во мне, все в моем сознании происходит, а это так и есть, все в нашем сознании происходит. И тогда мои большие деньги возможно воспримутся легче. Напиши, кстати, если успела сделать, как? Ну, я быстро довольно иду, но у меня прокачана аудитория, я думаю, что вы успеваете. Аня пишет, со стороны денег пофигизм, со стороны больших денег пустота непонимания. И вот здесь уже можно применить зеркало, можно, кто захочет даже сесть прописать. Напоминаю принцип зеркала, деньги ощущают ко мне пофигизм, но по сути равнодушие, я сама ощущаю пофигизм по отношению к себе. Ну, я бы расширила здесь, если тебе откликнется, Аня, и кому откликнется что-то похожее, тоже я ощущаю равнодушие по отношению к себе. Фу, и здесь мы раньше с вами делали зеркало на отношении с людьми, видите, можно с абстрактными фигурами так же делать зеркало. И дальше находим внутри ту часть, которая страдает от равнодушия и пофигизма, по сути, нашего же по отношению к себе. Давайте сейчас прикроем глаза, кому откликается вообще тема вот это равнодушие, что к нам кто-то равнодушен, пофигистки относятся, может быть кто-то близкий или деньги или начальники. Как правило, это все отражение нашего отношения к себе. Это не значит, что надо себя ругать, это значит, что внутри нас есть какие-то части, одна из них страдает от равнодушия, а другая из них проявляет это равнодушие. Давайте их найдем, опознаем и найдем сейчас ту часть, которая неприятненько от того, что к ней равнодушна. Как выглядит эта часть? сколько ей лет посмотреть? Как она себя чувствует? и прямо сейчас дайте ей то, что может улучшить ее состояние и настроение. это может быть просто объятие, любовь, может быть какие-то игрушки, если это ребенок, вкусняшки, все что угодно. прямо сейчас проявите внимание, любящее внимание к этой части. в идеале делать ей хорошо прямо на плюс десятку. может быть ее выголить куда-то, на праздник сводить, путешествие отправить, может быть мужчину классного дать этой части, все что угодно можно делать во внутреннем пространстве, тем самым мы напитываем эту страдающую часть, наполняем ее. и когда закончите, можете поделиться, получилось, что получилось, что увидели. это работа как раз с внутренними частями, потому что все отражает наш внутренний процесс, представляете? и дальше они пишут со стороны больших денег пустота и непонимание, но здесь также можно сделать, да, где я ощущаю непонимание по отношению к самой себе, и где я проявляю или ощущаю пустоту, да, то есть какая-то часть есть внутри, которая ощущает, как будто ее не понимают, и как будто может быть она находится в пустоте, да, но это опять, мне кажется, близко с равнодушием, может быть, что-то, но это либо индивидуально или на группе, мы бы там дальше покопали, сейчас я вам вот в таких экспресс вариантах даю, но это уже будет хороший скачок такой мы сделаем сегодня на то, чтобы расширить денежные потоки и встроить больше уверенности в отношении денег, в денежной теме, дальше Наташа пишет, представила большие деньги, неуверенность, а что можно такие, дерево просто принимала мою заботу и была довольна, ага, это хорошо, ну давайте проговорим, сейчас вы пишите, давайте сейчас вы напишите, я немножко подожду, то мне кажется, я немножко разогналась, на море, на море, на море вы, да, 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 мы будем это все смотрите глубоко делать с обратной связью, на куч-группе, когда мы, вы включаетесь, вы мне голосом с видео рассказываете, что у вас, какие процессы, я сразу даю проработки у нас сразу групповой процесс происходит это все чем классно очень люблю и как правило в конце всегда у нас такое расширение полета радость мы смеемся много это вот просто такое творческое пространство любящая творческое пространство всех за волна коуч группу приходите приходите если вам откликается моя подача дома энергии можно в записи все проходить от стоимость очень бюджетно мы сегодня говорили вот юли проект у нас рождается до по расширению финансов там юля предложила 30 тысяч за несколько часов например такой тренинг работы посещения вип классных мест я поняла что мне тоже надо расширяться потому что блин мне кажется у меня мои продукты стоят дешево надо повышать видимо будет скоро повышу еще ценники потому что коуч группа 8 800 стоит за месяц работы у нас сейчас ну с личной сессии пятнашку но это все равно это прям не торг до растяжка вот знаете важно именно позволяет себе больше расширяться чтобы чтобы финансы слип психика начинает понимать ага вот и на это нужно так о чем мы остановились а вот давайте проговорим фразу то по поводу а что можно такие представила большие деньги неуверенность а что мне можно такие предлагаю фразу я разрешаю себе большие деньги и по возможности вслух прям проговорить рекомендую мне можно владеть большими деньгами мне можно я разрешаю себе большие деньги я разрешаю себе роскошь я разрешаю себе дорого-богато может кого-то ломать на этом да вот это дорого-богато я разрешаю себе дорого-богато и это не про то что вот тут же пойти кутить там вот это вот все пафос какой-то гнуть пальцы это про то что мне можно и так и так можно вот что я убираю вот эти вот всякие запреты и ограничения хочу воскетизме хочу в роскоши хочу в богатстве так создаю так создаю играю вообще по всякому я могу играть тут разнообразно так дальше лариса пишет деньги в виде растения вьющегося видимо она растет но не пересекается со мной как будто между нами пропасть веточки растут другую сторону не в мою тоже круто кстати да явно какие-то там есть но ограничения и как это ну что-то мешающие принимать хорошие деньги что тут можно сделать так не пересекаются со мной я бы может быть проговорила я признаю и принимаю свои ограничения в деньгах вот ларис может проговорить и почувствовать как она тебе я еще я признаю и принимаю свое сопротивление деньгам вот вот это даже как будто точнее я признаю и принимаю свое сопротивление деньгам и вдох выдох и даю ему место я признаю и принимаю свое сопротивление деньгам и даю ему место вдох выдох и расширяется так растет но не пересекается со мной как будто между нами пропасть если здесь сделать зеркало я бы посмотрел как будто бы я не пересекаясь сама с собой как будто между мной и мной есть пропасть вот что-то вот в эту сторону можно было бы посмотреть то есть веточки растут в другую сторону как будто бы я направляюсь в другую сторону ну вот есть смотри как будто бы в подсознании есть какая-то часть от которой я отворачиваюсь вот деньги отворачиваются от меня то есть растут в другую сторону поворачиваются куда-то в другую сторону соответственно я сама отворачиваюсь от себя опять же ты можешь написать отвлекается ли нет потому что но это я по сообщениям да вы что-то не включается сегодня голосом было бы точнее да если бы с микрофоном с голосом но то что вот по сообщениям я чувствую можно было бы в эту сторону пойти посмотреть где я отворачиваюсь сама от себя прямо сейчас можешь найти почувствовать ту часть внутри себя которая страдает откликается да лариса написала которая страдает от того что от нее отворачиваются часто это что-то детское там разное бывает но часто и посмотри как она выглядит как себе чувствует эта часть как будто от которой отворачиваю деньги то что это изобилие это любовь это внимание ну так вот как себя чувствует эта часть она может быть одинокой грустные обижены несчастные и прямо сейчас давайте дадим этой части то что ее может порадовать улучшить ее состояние возможно это любовь обнимашки можно просто стать этой части я тебе вижу я к тебе повернулась я тебя люблю я с тобой осыпать может быть ее любовью подарками деньгами может быть просто обнять по-разному здесь может да и часто этой истории когда мы испытывали какую-то изоляцию нелюбовь в детстве часто да когда от нас отворачивались или не замечали игнорировали и вот эти истории они как будто бы прописываются да в психике плюс там родовые накладываются кармические все эти темы и внутри раскол происходит да какая-то наша часть такая холодная ну равнодушно и внимательно отвернутая а какая-то наша часть уже внутри нас внутри психики одинокая обиженная в игноре и вот мы их достаем и все это исцеляем одиночество закрытость да 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 прямо сейчас мы эту одинокую часть напитываем наполняем прям можно энергии дать радости любви но часто даже просто любящий взгляд объятия да такое виртуальное наше же уже исцеляет эту часть когда просто смотрим и говорим я с тобой я тебя вижу я тебя люблю так хорошо видите как интересно да так вот вроде бы простая практика ну много глубины в ней раскрывается дальше смотрим сейчас еще вот по ларисе между нами пропасть ну что еще тут можно сделать то еще тут можно сделать ну это уже на группе да если бы мы делали расстановку я бы там ресурсов дала бы дереву как-то бы его развернула но по сути вот этот шаг тоже уже сейчас перестраивает уже процесс динамику с деньгами да я думаю что она будет уже меняться у тебя дальше ира написала маленькие деньги пачка перевязанная в пустоте за моей спиной а я в пустой комнате состояние спокойное уверенно равнодушное большие деньги я стою в помещении которое состоит из пачек денег вместо кирпичей потолок купола есть пустоты и я хочу заполнить состояние ровно и с моей с их стороны непонятно но смотри здесь нету какого-то прям сильных барьеров я не чувствую по крайней мере вот из этих образов но при этом как будто равнодушие я бы тебе задала вопрос а как тебе вот эти картинки вот эти истории что внутри при этом вот это тоже важно наше собственное восприятие так и рис ты пока напиши девочки минутку перерыв сейчас мне надо отойти на полминутки буквально и я с вами вы пока пишите и мы а мы еще может быть сейчас с клиентами сделаем все-таки посмотрю опять же по вашим запросам и и и и и Продолжение следует... 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 500 тысяч рублей в месяц, от миллиона рублей в месяц. Если мы хотим, чтобы легче привлечь, например, такой доход, важно внутри выстраивать нейтральное состояние, что это нормально. Это как вот у меня есть интернет, это нормально, это не вал, и это не что-то там ни в минус, ни в плюс нас не качает. Мы ровно относимся, миллион, окей, ровно, спокойно. И тогда он легче привлекается. Вот, но это, мне кажется, опять же, не совсем равнодушие, немножко другой оттенок. Равнодушие, опять же, если тебе нормально, ок, то можно ничего с этим не делать. Если что-то смущает, я бы тут поработала со своей частью, которая испытывает равнодушие. Ну, опять же, по принципу зеркала, так, как мы сделали. Вот, давайте так, поставьте мне, пожалуйста, восьмерочки, если для кого-то актуальна тема с клиентами. Потому что я затеяла эти разборы, мне в личку написала одна моя клиентка, что она хочет усилить поток клиентов. Вот это и было актуально. Соответственно, когда в поле что-то появляется, я обычно что-то провожу. Я знаю, что у меня довольно много мастеров меня слушает. Так, восьмерочка от Иры есть. Ага, Наташа тоже есть. Ну что, давайте сделаем так же тогда. Ага, ну отлично, все. Восьмерочки есть, тема актуальна. Итак, предлагаю сейчас так же мы сделаем расстановку в виртуальном пространстве с клиентом, собирательный образ клиента. Садимся удобно, закрываем глаза. Те, кто слушает в записи, так же делаем. Вдох-выдох. Приятная волна расслабления проходит по телу сверху вниз. Чистейшее жемчужно-белое пространство заполняет все вокруг. Дышим. И пусть в этом пространстве появится образ, собирательный образ клиента или клиентки. С кем вы больше работаете. А фигура собирательного клиента. Такого среднестатистического. И так же посмотрите, как этот клиент выглядит. Сколько ему лет. Как он или она себя чувствует. Как у него с финансами. Тоже важно. И как он относится к вам. Что вы чувствуете со стороны клиента или клиентки. Просто наблюдайте. И так же, что вы чувствуете по отношению к клиенту или клиентке. Вообще, что между вами происходит. Какое отношение со стороны клиента. И как вы относитесь к клиенту. И когда почувствуете, увидите. Можно написать так же в комментариях. Что словили. Что там с клиентом происходит. А сколько клиент в ресурсе, при деньгах готов с вами взаимодействовать. Насколько он мотивирован воспользоваться вашими услугами. Насколько он вдохновлен, готов покупать что-то у вас. Клиенты – это тоже все наши части, проецированные вовне. Поэтому мы на продвижении, когда я еще проводила несколько потоков продвижения по-женски. Очень классно мы работали с внутренними клиентами. Есть техники, кстати, создания образа идеального клиента. И тоже, когда мы его активируем, встраиваем, уровень клиентов растет. У меня он тоже вырос. И даже вот сегодня мы общались, например, в частности Юля, там очень такая изобильная женщина. Мне это нравится, когда у меня ресурсные, вдохновленные, заинтересованные, платежеспособные клиенты. Я прям кайфую. У меня есть из клиентов владельцы прям бизнесов, заводов, пароходов, сетей, там, ресторанов. Я бы работала, потому что я работала еще это несколько лет назад, было во времена ковида. Мы прям много вот эти проводила я продвижения. Работали как раз-таки с идеальным клиентом. У меня больше, больше стало вот таких масштабных людей среди клиентов. Так. Сейчас мы, наверное, тоже через зеркало. По-разному, опять же, можно с этим работать. Можно через нейрографику, можно через расстановки, можно ресурсов добавлять своим внутренним клиентам. Это тоже мы на закрытых программах уже все делаем. Сейчас давайте тоже, наверное, через зеркало мы зайдем. Если вы мне сейчас напишите обратную связь и посмотрим, что у вас получилось. Так. Ира написала. Обоюдное уважение, благодарность за качественную работу и заинтересованность в длительном сотрудничестве. Слушай, ну у тебя все классно. У тебя все классно. Все хорошо. А есть ли в реальности какие-то трудности с клиентами, с привлечением клиентов? Может быть, с потоком, что там? Потому что так пока тут нечего менять. Ну, собственно говоря, да. Да. Если разбирать тему с клиентами, я по себе смотрю. Во-первых, я чувствую уже давно, что зависят клиенты от моей готовности. Когда я хочу меньше работать, клиентов меньше, как правило. Когда у меня появляется больше энергии, вдохновения, ресурса, клиентов больше приходит. Что еще тут может влиять? Опять же, потребность в деньгах. Когда мы четче понимаем, на что нужны деньги, есть какие-то цели, материальные проекты, то тогда также клиенты подтягиваются, потому что у нас есть образы четко для чего. Когда я не очень понимаю, мне вроде все устраивает, деньги есть, они приходят, основное удовлетворяется, ну, соответственно, у меня вот так вот поток идет и не расширяется. Вот. Вот, прям в точку. В точку. Что именно, Ир? Так, Лариса, вижу еще что-то пишет. Что еще по клиентам? Так, клиентам, кстати, через стета-хиллинг мы обучаемся наполнять себя. Я периодически наполняю всех своих клиентов, прошлых, настоящих и будущих, энергией, безусловной любви, благодатью, энергии Творца. Да, это тоже классно работает на энергетическом уже уровне, когда мы просто прокачиваем вот это вот поле наших отношений с клиентами. Вот. Это, вот этот хиллинг в этом помогает. А что еще с клиентами? А, семаронские всякие есть штучки, приманивать клиентов. Одно время я и мои друзья развлекались там медом что-то там мазать дома. Там и клиенты слетались, да, как пчелки на мед или писать там мед и привлекать. Ну, это вот семаронский ритуал, кстати, тоже классно очень работает, когда мы выходим из привычных шаблонов. Вообще вот эта тема у меня сейчас активно идет. Кстати, я вам не сказала, особенно кто в Питере, джибериш у нас будет, это практика на проявленность и на выход из старых историй, опять же, в новое, тоже квантовый скачок классный там будем делать. Это вот то, что я вам говорила на ТЭТа уже на стройках в понедельник, когда мы начинаем тарабарщину говорить на тарабарщине. И это еще с движением, и это еще с эмоциями, и это еще с энергией. И тем самым мы просто перестраиваем свои нейронные сети на нужное состояние. И, знаете, мозг, такой взрыв мозга или слом мозга происходит, привычных вот этих словомешалок, потому что с клиентами может быть такое, иногда я слышу в окружении от каких-то коллег, вот люди там наелись, или у людей нет денег, или, ну, что-то там не хватает мне клиентов, и вот это все и мешает, да. И задача наша все это нафиг стереть, отпустить, и вот этот джибереж в том числе, или семарон, какие-нибудь семаронские ритуалы, ну, там, трусы на люстру, это уже классика, да, на люстру деньги в дом, что-то такое делаем нестандартное, нешаблонное, и оно меняет энергию и меняет вот эти вот ситуации с клиентами, в том числе и с деньгами. Поэтому вот рекомендую, приходите, кто в Питере 16-го в среду, это будет 16 октября, два часа такой классной, веселой прокачки, с телом, да, с включением. Зал мы арендовали с Саней Вяземской, тоже мастер классный, тонкая такая очень девушка прекрасная, прокачанная. Вот, я сама, я даже сегодня приехала после нейрографики, залезла в ванну, и я пять минут поговорила на джибереже, я просто выговорила что-то там, у меня фоном опять-таки было, и такая классная перезагрузка, в общем, меня прет сейчас. На коуч-группе мы тоже будем однозначно практиковать джибереж, потому что вселенная любит, вы знаете, выход из шаблонов, да, то есть если мы хотим что-то новое, важно делать что-то новое, практиковать что-то новое, вот. Станцевать, кстати, обожаю, редко сейчас практикую, хочу прямо уже начать в разных формах, просто спонтанный танец, вы хотите привлечь клиентов, возьмите, включите какую-нибудь музыку, соответствующее, что-нибудь там произобили, а не знаю, что там, и протанцуйте это, продвигайтесь, подвигайтесь нестандартно. Кстати, возможно, на коуч-группе опять же в зуме мы созваниваемся, и там много чего можно делать, мы прямо, наверное, на созвоне что-то такое сделаем, потому что мы уже делали на нейрографику осень, и кто еще захочет, вдруг не прошел, есть в записи этот вебинар, мы там тело включали, тряску включали, вот энергию запускать, важно. Так, что вы мне написали? Ларисочка написала, клиент стоит на месте, держит в обоих руках деньги веером, в одной и в другой по отдельности, и он не понимает, что ему делать и куда двигаться, крутится на месте и стоит в ступоре. Видишь, интересная история у тебя, я бы, конечно, где-то на личке или на группе бы спросила, чем ты занимаешься, да, и, возможно, стоит внести больше ясности в твои предложения для клиентов, четче им описывать, что они получат, куда платить, да, что платить, да, что-то такое, видишь, есть какая-то неясность. Если здесь зеркало применять, соответственно, если клиент не понимает, что ему делать и куда двигаться, возможно, где-то я сама не очень понимаю, что мне делать и куда мне самой двигаться, и где-то я сама кручусь на месте и стою в ступоре. Вот, принять это все, принять эту часть. О, давайте прямо сейчас делаем, что-то такое есть в поле, как будто бы в общем. Я признаю и принимаю ту часть себя, которая не понимает, что ей делать и куда двигаться, которая где-то застряла на месте, в ступоре. Я признаю и принимаю эту часть, признаю свое застревание, признаю свое непонимание, даю всему этому место. И даю всему этому место. И даю этому место. Классно, что-то задвигалось. Откликается. Да, Ларис, спасибо. И давайте вторую часть. Я признаю и принимаю ту свою часть, которая ясно видит мой путь, видит, чувствует и понимает, куда ей двигаться дальше, слышит интуицию, подсказки от высшего Я Творца, чувствует, куда ей двигаться, видит свой путь. И я ее также признаю, принимаю и даю ей место. О, хорошо. И я признаю конфликт между этими двумя частями, также любовь и сотрудничество, и дружбу между этими двумя частями. И даю всему этому место. Классно, какое-то расширение, и такой энергетический двиг происходит. Нередко бывает такое, что какая-то из наших частей как будто бы застревает. И мы это все сейчас достаем, осознаем и активируем противоположную, скажем так, другую энергию, энергию ясности, движения и понимания. И даже если мы можем умом, типа, это не понимать, на энергетическом уровне, на уровне подсознания, мы запускаем вот эту вот часть, которая чувствует и понимает, куда. Левая рука за часа классно к деньгам. Классно к деньгам. Так, спасибо, Ларис. Тоже интересная история, когда клиент как будто стоит на месте. Вы понимаете, важно, смотрите, важно вообще осознавать, что это все наши части. Все. Дальше. Ира пишет. Зависит от моего состояния. Если я открытый, в хорошем настроении, то и народ идет в похожем состоянии. Конечно. Если настроение упадническое, то и у народа нет, и контакта нормального не получается. Я не даю им нужной энергии, и не получаю от них. Да, так оно и бывает. И поэтому я считаю, что первостепенная наша задача, особенно женщин, да и мужчин тоже, это работа с состояниями. Да, у меня не зря мне дали титул на месяц Петергоф в конкурсе красоты королевы состояний. И мне сейчас нравится реально, как у меня растет мастерство по работе с состояниями, своими прежде всего, плюс мои слушатели и клиенты. Вот. Пока мы тут эфирем, мужчины пишут, приглашают на кофе, на свиданки. Хорошо тоже. Так что, да, мужское внимание пусть тоже распространяется по нашему полю, кому актуально. Значит, смотрите, что дальше я хотела сказать. Да, по поводу состояний. Вот работайте с внутренними частями и с любыми состояниями. Почувствовали какой-то напряг? Я ощущаю напряжение, я его признаю, принимаю, даю ему место. Почувствовали какое-то сжатие? Признаю, принимаю, даю ему место. И расширяемся. Вообще элементарно, вы понимаете? Очень просто. Очень просто. И еще вот эта вот идея, которую я сейчас пропагандирую и слышу от моих мастеров, что с нами уже все в порядке. То есть базовое состояние, кстати, еще мне понравилось, на англоязычном сайте тоже слушала одной девушке классной, что можно, как же она говорила, типа, можно, ну, типа, быть в позиции, что я исцеляюсь, исцеляюсь, исцеляюсь. Можно быть в позиции, что я уже исцелилась, а можно быть в позиции, что со мной уже все хорошо. И вот это мне очень понравилось, да, что с одной стороны мы прорабатываемся, да, какие-то программы там познаем, завершаем, меняем. Но с другой стороны, все-таки мне нравится сейчас база, вот изначальная база, что с нами в принципе изначально все в порядке. И это про выход вот в наблюдателя, вот в это расширенное состояние, что я есть бесконечность, я есть это квантовое поле, я есть энергия, я есть бог, богиня. И базово со мной все хорошо. Просто я докручиваю своего персонажа, какие-то внутренние настройки, да, могу менять, изменять, докручивать, что-то принимать, какие-то конфликты разрешать, но это не значит, что со мной уже сейчас что-то не то. Просто я так играю. Просто я как игрок, как режиссер, помните этот образ, да, фильма своему, я просто докручиваю своего персонажа. Но я не есть этот персонаж. Я играю как божество, как единое сознание, я играю своим персонажем в эту жизнь, в разные игры. Я как божество, вот играю Настей. И Настю я могу где-то докрутить, могу с телом что-то делать, да, там, что, как-то подкрасить его, массажик поделать, еще что-то одеть красиво, личность могу докрутить, какие-то скиллы там, качество прокачать, да, опять же, но я гораздо больше этого. Понимаете? И базово, когда я просто наблюдатель, я просто вот это бесконечное сознание, базово со мной уже все в порядке, и всегда все в порядке, и со всеми также все в порядке, и единое просто играет само собой, само собой, всеми нами. Вот, это такое напоминание, напоминание идет, что это все, ну, то есть, это к тому, чтобы мы не застревали сильно в персонажах, в каких-то неправильностях, а сейчас такое время, идет такой массовый глобальный разворот, мы коллективно прорабатывались, особенно женщины, да, вот это все практики, и сейчас идет вообще глобальный разворот, выход просто в единство уже, и вот это состояние действительно безвременья, кайфа, бесконечности, и расширения, расширения, да, чем чаще, вот по-моему ощущениям, чем чаще мы в него выходим, тем легче все разруливается, и с нашими персонажами, с нашими историями, с ситуациями в том числе, а это же состояние, безусловно, любви, и это же состояние, у меня, кстати, сегодня мы рисовали нейрографику, у меня один из ресурсов, у меня первый раз в рисунке вышло такое пылающее сердце, я вспомнила, что есть в Телеграме такой смайлик, да, сердце именно пылающее, и вот у меня такой классный ресурс в рисунке тоже появился, вот это вот огонь любви, коньесердечный, когда он горит, когда мы позволяем этой любви разгораться, открывать сердце, трансформировать все, раскрываться, расцветать, распространяться, оно все начинает просто в этом, само, да, вот эти наши части, персонажи, истории, другие люди, оно все начинает просто переплавляться, и становиться легче, веселее, радость, ничего бы не происходило, у меня, кстати, моя прекрасная, ладно, не буду говорить, кто это, все-таки личная информация, одна из близких моих людей, прекрасная девушка из моего окружения, недавно мы с ней переписывались, она мне рассказывала, а у нее заболел ребенок, какой-то вирус, новый, что-то такое, и она вот вызывает скорую, ну, что, непонятно, что, какая-то сыпь пошла по телу, и она мне пишет, ты представляешь, я вызываю скорую, и мне при этом внутри спокойно, хорошо, и чуть ли не радостно, и я, говорит, ну, какая-то часть внутри, типа, надо же переживать, надо же нервничать, надо же, вот это все старое, а все уже старое отпадает, вы прикиньте, старое отпадает, вот, и это реально, это новая реальность, это реально новая реальность, и она вот уже здесь, и просто задача открыться, не сопротивляться, и мы получаем все новые коды и доступы, и там просто все по-другому уже, и там нету жертвы, мы, кстати, на коуч-группе, мы, смотрите, вот я прямо всех вас хочу заблазнить, туда включиться, потому что я, наверное, все-таки меньше буду, тета-настройки останутся, разборов я чуть меньше буду делать, мне хочется больше, конечно, все равно работать с теми, кто вот готов вкладываться, и мы будем, я думаю, что делать материнское, отцовское благословение, это два мощных вебинара, они у меня есть в записи, там нейрографика и расстановки, но мы их будем по-новому уже делать, уже на новом уровне, к чему я стала это рассказывать, это к тому, потому что наполнять максимально себя, вот этим фундамент укреплять, ресурсами наполнять, и двигаться просто из легкости, и вот эти вот, вот, да, к тому, что вот эти все темы обязательно будем завершать, вот эти хвосты с жертвой, женские особенно роли, да, жертва, девочка беспомощная, гипермать, да, вот это все, вот эти все дочищать истории, это же связано с материнским, отцовским благословением, потому что, когда у нас внутри простроенные, любящие родители, есть вот эта поддержка, внутри уже создана, наш ребенок успокаивается, исцеляется, наша жертва успокаивается тоже, и мы можем проявить уже сильный, мощный, божественный, королевский энергии, то есть раскрытие сейчас идет, да, и мы будем на коуч-группе особенно этим заниматься, да, уже не копошиться, вот в этих жертвяках, каких-то стратегических темах, оно просто будет сейчас завершаться, завершаться, и будет много работы на раскрытие потенциалов, силы, управления, роскоши, вот этой самой, кто-то там писал, что про роскошь, да, что это, быть роскошной женщиной, это шедеврально, Аня писала, да, и сейчас все могут в это выходить, несмотря ни на какие, что там было в роду, в детстве, да, там с ретителем, вот, и, это, это антрические энергии, где кайф, наслаждение, сексуальность, это изобильные энергии, это энергии управления, это не значит, что вам надо быть там хозяйками, как я вот управляю своим бизнесом, да, в любом случае, да, у меня не такой большой, там небольшая команда у меня, но все равно, да, и это управление своими ситуациями, отношениями с близкими, домом, вот эти части тоже активировать, раскрывать, такой вот хозяйки, да, вот такой достойной, изобильной, устойчивой, и там еще будут проявляться явно, вот эти внутренние постаси, мне очень нравится, я люблю, у меня вот эти вот проявлены, еще с юности, я прочитала давно, очень в юности, книжку, господи, Ефремова, сейчас бы капом она называется, про Тайс, а, Тайс Афинскую, нет, Тайс Афинская, это, это Гетера, Пусть Гетеры, Пусть Жрицы, и у меня вот этих энергий довольно много, то есть это энергии такие Жрицы, но Жрицы в высоком понимании, кстати, сегодня, прикиньте, думала, вот это у нас, насколько у нас были искажения, особенно вот из-за этих перекосов, патриархального строя, Жрица Любви, это же у нас проститутки, да, так, ну, как и называется, да, ответьте, да, подтвердите мне, по-моему, есть такое, да, как выражение, ну, типа, иносказатель, да, Жрица Любви, но на самом деле, это же очень высокая, да, высокая энергия, Жрица Любви, это та, которая транслирует энергии Любви, проявляет, несет их в мир, и этими энергиями, с их помощью, пробуждает, в том числе, мужчин, и вот это сейчас раскрывается, потому что мужчинам очень нужна сейчас вот эта вот, божественная женская энергия, и поддержка, и где-то волшебная, знаете, энергия Калия такая, даже такая огненная и пробуждающая, где-то ставим границы, где-то показываем, как можно, как нельзя, но это просто женщины сейчас все-таки, по моим ощущениям, впереди идут вот этого развития, но они же готовят пространство для пробуждения мужчин, короче, Настю понесло, сколько мы с вами уже, два часа почти, напишите мне ваше освещение, как вы сейчас там, нас еще больше, Танюша присоединилась, привет, 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 вот, что вам откликнуло сегодня, что было полезно, да, помните условия, да, этого эфира, это донат, любая сумма вообще, по вашим ощущениям, как вы ощутили пользу для себя, что было полезно, тот, кто будет в записи слушать, также у нас по четвергам, да, это вот практики, и даже если вы мельком слушали, рекомендую, ну, где-то найти возможность, делать именно практики, вот, чтобы получить свою пользу и эффект, вот, я прокайфовала, очень надеюсь послушать запись, да, Танюш, да, ты опоздал, но ничего страшного, я очень надеюсь, что запись будет, по крайней мере, она стоит, да, у нас было хорошо, тем более, как раз тема клиентов, ты же работаешь сама на себя, да, с клиентами, мы поработали, разстановку сделали, клиенты, деньги, пусть это все раскрывается, все получено самым красивым, гармоничным образом, вот видите, как интересно, мы качнули деньги, клиенты, и в конце вошли уже энергии, прям, такого высокого порядка, вот, там высокие архетипы, если брать, это королева, это мудрая женщина, это волшебница, это целительница, это божественные разные энергии архетипа, это та же Кали, это Лакшми, богиня изобилия, вот, очень классно, когда мы становимся просто, ну, проводницами уже таких энергий, это возвышение себя, то, что называется вознесение сейчас, или переход, да, и тем самым мы вознашаем свое окружение, потому что это же тоже мы, благодарю, интересно, опыт, деньгами, Наташа написала, Таня, да, мне очень актуально, вот, что еще вам рассказать, сейчас я посмотрю свои заметки, что-то я себе писала, да, Кавказ, мы все-таки готовим, мы нашли с Олей, такой красивый там дом, с бассейном, с подогревом, и вот, но я опять же пока еще не знаю, как, что там у нас сложится, не сложится, но кому интересно, у кого есть отклик, поехать в конце октября на Кавказ, на недельку, там 6 дней, наверное, полных будет, вот, вот, еще у меня сейчас раскрываются какие-то темы пространства в Дубае, меня приглашают, как раз за гранд-паспорт получила, вот, в общем, Кавказ пишите, кто хочет и кто готов, там ложится, ну, да, там, не 5 копеек Кавказ планируется, ну, но зато красиво, и хочется с комфортом, вот прям так, ах, дальше, что еще, забыла, может быть, сказать, на диагностике, кто хочет мужского с женского, пишите мне в личку, записывайтесь, кто не найдет личку, где-нибудь в комментариях, пишите в канале, я увижу, там, под эфиром, под этим, вот, что еще, ну, да, основное сейчас это вот старт-коуч-группы, так, Ира пишет, так, что еще, как вы вообще, у нас, а, кстати, сегодня был прикольный опыт, я немножко написала тоже в канале, если до этого я была в этом ресторане, 41 этаж, было ясное погода, голубое небо, все так ярко, солнечно, там офигенские виды, конечно, сверху, сегодня мы прошли, было так серенько, наша питерская серость, а потом накрыла вообще белый туман, и мы смеялись, что это вот все, это состояние, это медитация, когда все вокруг в белом свете, никаких форм, образов, только жемчужно-белая энергия во все стороны, такое сюрное, такое тоже было состояние, за окнами просто вот молоко, то, что называется, я когда-то в походы ходила, мы вот называли это молоко, попадали иногда в горах, это, кстати, не всегда приятненько, потому что сложно ориентироваться в таком молоке, мы сидели сегодня на этом 41 этаже, в этом молоке, никаких форм, никаких образов, просто бесконечное белое пространство, благодарю, полезная информация, хорошо, дорогие, Лариса пишет, благодарю, зашла совершенно случайно и осталась, как говорится, случайность и не случайно, да, приходите, напоминаю, это настройки у нас, по понедельникам регулярно, 8.30 по Москве, там мы настраиваемся на предстоящий день, неделю, какие-то темы даю тоже, сейчас много по манифестации, по воплощению желаний, кто не слушал, послушайте последнее, все выкладываю в канал, такая определенная настройка и расширение, то, что важно сейчас, чтобы каждый раз мы расширяемся, каждый раз мы тренируем, простраиваем вот эти нейронные сети на то, чтобы уже закрепиться в этом состоянии бесконечности, ощущать ощущение себя един, единым, вот выход из, по сути, что сейчас происходит, и у меня, и то, куда я веду, это выход из программ разделения, страданий, отделенности, отчужденности, одиночества, разделенности, по сути, все эти, если есть какие-то темы, одиночества, отчужденности, непонимания, еще что-то, это все внутренний процесс, это наша отделенность от Творца, от Единого, от Бога, от Абсолюта, и чем больше мы приходим в единство, вот с этой своей истинной сутью, тем становится веселее, кайфовее, и вообще уходят все эти темы, что я отдельная какая, это с одной стороны, это сильная трансформация эго, может идти, как даже называть смерть эго, старой личности, но при этом это огромное расширение, и выход в силу, в неуязвимость, в защищенность, в безопасность, в устойчивость, в любовь, в кайф, в поток, и просто в счастье, вот, наверное, на этой радостной ноте, я буду завершать, в общем, все, кто слушал записи, также донатики, отзывы, тоже всегда рада читать, все, дорогие, всех обнимаю, до новых встреч, всем пока!